В Западно-Казахстанской области готовится запустить первый пусковой комплекс газотурбинной электростанции мощностью 100 мегаватт. Ожидается, что вырабатываемая энергия полностью обеспечит потребность региона. Помимо этого, ее планируют экспортировать в соседние регионы России. В карту индустриализации страны включены 40 инвестиционных проектов Западно-Казахстанской области. 32 из них реализованы в первой пятилетке. Социальный эффект – почти 2000 открытых рабочих мест. Еще 400 западно-казахстанцев получат работу на новых строящихся производствах. На вторую пятилетку в нашей области планируется 8 проектов. Общая стоимость данных проектов – 51 миллиард тенге. Из них основная масса по стоимости проектов приходится на этот год. Планировалось 4 проекта на 48 миллиардов тенге. В том числе проект как раз «Батас Пауэр» – газотурбинная электростанция на 100 мегаватт. ГТС построена возле поселка Белес в Зеленовском районе. Здесь использованы передовые технологии и опыт ведущих мировых энергокомпаний. Сегодня электроэнергией регион снабжает 3 электростанции. При колебаниях в производстве энергии на Карачаганакской ГТС области приходится покупать дорогостоящую электроэнергию в Актау или России. Новая станция в первую очередь решит именно эту проблему. Мощность будет выдаваться через подстанцию «Степная». Будет уходить как в западно-казахстанский регион, так и в Атрауский. И может выдаваться в Российскую Федерацию. Для чего мы получили интеграцию с «Централ» и получили права на передачу мощности в Российскую Федерацию. Здесь у нас в западно-казахстанской области вводятся новые мощности. И даже существующие заводы еще наращивают. Есть здесь в Западе такие компании, которые вообще заново строятся. И очень большие мощности. До 50 мегаватт. Оснащенность этой станции будет на высоком уровне технической оснащенности. Это будет флагман в производстве электрической энергии в нашем регионе. В списке завершающихся строек региона завод по производству осетровой икры и завод по выпуску моторных топлив класса 5. Власти области планируют включить в карту индустриализации еще и проекты посудостроения, выпуску стройматериалов и полипропилена.